Почему в республике вот уже второй год полноценно не работает противоградовая служба и какие меры предпринимаются по решению данной проблемы? В региональном отделении Общероссийского народного фронта прошло широкое обсуждение проблемы по противодействию природного явления с участием представителей муниципалитетов, Минсельхоза и региональной военизированной службы по противодействию градам. В проблему вникал и Алихан Лепшоков. Карачаево-Черкесия считается одним из самых градоопасных регионов. И за прошедшие два года сильные ливни с градом нанесли агропредприятиям республики ущерб на сотни миллионов рублей, отмечают представители ОНФ. Выководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Людмила Капушева отметила, что сегодняшняя встреча позволит обсудить данную проблему и выработать пути к ее решению. Периодически, каждый год мы видим с вами, что происходят, к сожалению, негативные последствия и крыши, и окна, и в общем-то достаточно большой урон наносится вследствие вот таких негативных все-таки явлений природы. В ходе обсуждения аграрии республики подчеркнули, что Министерство сельского хозяйства Карачаева-Черкесии говорит о невозможности выделения дополнительных средств на противоградовые мероприятия и предлагает застраховать урожай. Также был организован аукцион для противоградовой службы на сумму миллион триста тысяч рублей. Мы работаем уже не один год с данной градобойной службой и за период работы получается остаются остатки данных ракет. Мы непосредственно Министерство сельского хозяйства выделяем средства на закупку, не на содержание, не на какие-то другие расходы. Именно на закупку данных ракет. И за эти ракеты, которые у них в остатке, мы уже получается проплатили. Даже если они не заключили договор с нами в 2020 году и не заключили договор еще в 2021 году. В свою очередь представители противоградовой службы отмечают, что тех денег, выделяемых Министерство сельхозом для заключения договора недостаточно. Важно снастить не только противоградовыми ракетами, но и средствами для обеспечения их запуска. Сами представители военизированной службы предупреждают, что если с ними третий год подряд не будет заключен договор, то службу в регионе закроют. А дальнейшее ее восстановление будет стоить для республики больших денег. В заключении представители ОНФ подчеркнули важность обращения в правительство республики для изыскания средств на дополнительное финансирование противоградовых мероприятий, что позволит решить данную проблему. Алихан Лепшоков, Рашид Токов, Вести, Карачаева, Черкесия.